Когда-то то, что сейчас находится в герметичном скафандре, было человеком. Теперь это безвольное существо, которым движет только холод. Чтобы согреться, он вынужден постоянно охотиться на живых существ, которые теперь являются для него ничем иным, как источником тепла. А перед началом видео поставь лайк и подпишись на канал. Приятного просмотра! Ну, это ВПЧ-2? Да. Что у вас там горит? Взрыв внутри, на лавном корпусе, 3-й, 4-й, между 3-й и 4-м. А там люди есть? Да. То катастрофы на Чернобыле, парень в костюме защиты от радиации, или точнее сказать, то, во что он превратился, был обычным техником. Когда произошел взрыв реактора, наш персонаж, один из первых, стал ликвидатором аварии. Откуда ему было знать, что это была не обычная поломка, а крупнейшая техногенная катастрофа за всю историю Земли? Он должен был умереть от радиации, превышающую норму в сотни раз. Но вместо этого стал тем, о ком пойдет разговор в этом выпуске. Парень, будучи техником и одним из первых ликвидаторов, был послан группой таких же техников в эпицентр аварии для устранения поломки. Многие из группы погибли на месте при выполнении задания, другие умерли от облучения и рака через несколько месяцев. Героя нашего рассказа ждала более печальная участь. Он умер, но был видоизменен. Защитные костюмы того времени не смогли уберечь парня от мощнейшей дозы радиации. В самом реакторе парень с другими техниками стал буквально таять на глазах. Вся его кожа превратилась в зеленую радиоактивную слизь, покрывающую его кости. Он остался жив только благодаря герметичному костюму, который в той или иной степени спасал его новое видоизмененное тело. Некоторые зараженные техники от ужаса изменения своих тел стали в срочном порядке снимать и избавляться от своих костюмов. Но их новые радиоактивные тела при взаимодействии с кислородом моментально превращались в зеленую лужу. Таким образом, из всей многочисленной группы осталось несколько техников, которые теперь превратились в монстров. Физические изменения повлияли и на психику. Из-за повреждений головного мозга от радиации стерлись почти все воспоминания парня. Он не помнил свою семью, дату рождения и даже свое имя. Теперь им двигало только чувство холода. Парень постоянно испытывал дикий холод и вынужден искать источник тепла, чтобы ненадолго согреться. Инстинкты выживания заставили героя нашей истории двигаться к источникам тепла, ища их везде. Парень теперь видел мир по-другому. Объекты, выделяющие энергию тепла, будь то животное или человек, подсвечивались ярко-красным цветом. Выйдя наружу, новоиспеченный мутант заметил оленя. В глазах парня это было ярко-красное пятно. А инстинкты подсказывали, что нужно прикоснуться к нему, несмотря ни на что. Неуверенной ватной походкой, мутант спотыкаясь, шел до животного. Олень тоже был излучен немалой дозой радиации и не смог убежать от преследовавшего его существа в скафандре. Когда парень коснулся животного, каждый нейрон его мутировавшего мозга и тела загорелся ярким светом. Это было видно за стеклом защитного шлема. А мутант почувствовал дикую эйфорию. Чувство холода сразу же покинуло парня и наступило блаженство. Ему было так хорошо, что он даже не заметил, как его жертва обледенела и застыла, как будто ее окунули в жидкий азот. Дело в том, что когда мутант собирает энергию тепла, он сам того не желая замораживает свою жертву насмерть. Счастье длилось недолго. Кожа перестала сверкать, а чувство холода снова подкосило нашего героя. Оглянувшись вокруг, он увидел другие ярко-красные пятна. Не раздумывая ни минуты, бывший техник поковылял в их направлении. В то время оставшиеся в живых бывшие коллеги парня, которые тоже видоизменились, занимались тем же самым, бродя по округе. Говорят, эти мутанты были слишком опасны и неутолимы с их жаждой тепла, что могли бы заморозить весь биологический мир. В целях безопасности они были пойманы и замурованы в новом саркофаге АЭС. На данный момент о дальнейшей судьбе мутантов ничего не известно. Что вы думаете об этом? Пишите в комментариях. А шесть рандомных попадут в начало следующего ролика. До новых встреч! Подпишись на огонька! Субтитры создавал DimaTorzok